Здравствуйте! В этом видео я вам расскажу, как пользоваться браузером Google Chrome для интернет-бизнесмена. То есть, использование браузера, чтобы сидеть просто в интернете, это одно. И для работы в интернете это совсем другое. Потому что вам понадобятся дополнительные функции, которые чаще всего обычный пользователь не будет использовать, потому что ему это просто не надо. В первую очередь нам понадобятся дополнительные расширения. Во вторую очередь закладки. И дополнительные закладки для быстрого доступа. Все это мы сейчас и рассмотрим. Первое, о чем я хочу рассказать, это дополнительные расширения. Здесь есть расширения, которыми я часто пользуюсь. Давайте я покажу на примере. В первую очередь это RDS-Bar. Здесь вы можете увидеть сразу показатели TITSPR, нахождение в каталоге и многие-многие другие показатели. То есть, это очень удобный инструмент для анализа сайтов конкурентов, ну и либо просто для интереса. Также есть плагин для того, чтобы узнать дату создания сайта. И здесь есть некоторые другие интересные плагины. Это определение цвета, это расширение для Evernote и блокировка рекламы. Чтобы определить цвет, мы можем просто нажать в любое место и здесь отобразить необходимый нам цвет. Как установить такое расширение? Для этого нажимаем настройки, инструменты, расширение. И здесь нам необходимо выбрать еще расширение. И нажимаем. И чтобы нам установить, допустим, RDS-Bar, пишем RDS. И нажимаем бесплатно. Здесь у вас будет кнопка бесплатно. Нажимаете ее, здесь появится окно добавить. И пользуйтесь. Это очень удобный плагин для анализа сайтов. Также можете добавить плагин, который называется Яндекс.ТИЦ. То есть этот плагин делает практически то же самое, что и RDS-Bar. Я нажимаю бесплатно. Нажимаю добавить. И вот он у меня появился. Теперь если я его нажму, то здесь отобразятся данные моего сайта. Часто я тоже пользуюсь этим плагином и установил его для того, чтобы показать вам. Кстати, почему-то его нельзя здесь найти. К примеру, я веду сейчас. И как видите, здесь его нет. Только RDS. Но если в Яндексе ввести Яндекс.ТИЦ, то здесь будет раздел Chrome Web Store Яндекс.ТИЦ. Выбирайте этот пункт и устанавливайте плагин, если он вам необходим. Я рекомендую как RDS, так и Яндекс.ТИЦ. Они по-своему удобны. Итак, следующее, что мы рассмотрим, это панель закладок номер 2. Эта панель очень удобна для того, чтобы пользоваться всеми преимуществами закладок. Чаще всего у людей закладки отключены. И закладки, которые у меня сейчас отображаются, они также отключены. Сейчас я отключу. И чаще всего у обычного пользователя Google Chrome выглядит примерно вот так. В чем минусы стандартных настроек Google Chrome? Как мне кажется, в первую очередь, это невозможность настроить необходимые мне окна. Ну, окна быстрого доступа. Здесь они отображаются просто как последний, куда я заходил, то и отображаются. А я хочу уставить свои. И здесь нельзя установить даже фоновое изображение. Поэтому я считаю это очень удобно. Давайте продолжим про верхнюю панель закладок. Здесь есть папки и ссылки рядом с папками. Ссылки бывают двух видов. С текстом и без текста. Без текста ссылки удобны тем, что они занимают мало места. Если вы знаете по иконке, что это за сайт, то для вас не составит труда угадать, куда идет эта ссылка. А если вы примерно не знаете или у сайта нет иконки, то лучше всего оставить название. К примеру, вы добавляете новую ссылку. Сейчас мы зайдем на Яндекс и нажимаем правой кнопкой «Добавить страницу». Здесь уже отображается и имя, и уру. Имя вы можете указать абсолютно любое. Как видите, закладка отображается. Теперь вы можете нажать правой кнопкой «Изменить» и совсем удалить имя. Теперь закладка будет без имени. Также вы, естественно, можете перемещать закладки так, как вам это удобно. Следующее, вы можете создать новую папку. И выбрать для нее какое-то имя. Что можно делать с папкой? В первую очередь в папке, естественно, можно добавлять ссылки. Ссылки можно сразу открыть, если у вас несколько ссылок в папке. Вы можете сразу все ссылки открыть нажатием одной кнопки. Нажимаете на колесик. И, как видите, сверху открылись все ссылки. Это иногда бывает очень удобно. Следующее, что вы можете, это добавить папку в папку. То есть, у вас будет целая иерархия папок. Вы можете перетаскивать папки так, как вам это удобно. И вы никогда не будете забывать и путаться, где у вас что находится. Поэтому пользуйтесь обязательными папками и добавляйте туда те ссылки, к которым они относятся. Допустим, если у вас папка сайта, то добавляйте туда, допустим, ваши сайты. Если у вас папка партнерки, то добавляйте туда партнерки, с которыми вы работаете. На этом панель закладок все. Теперь давайте поговорим про закладки от Яндекс.Закладок. Выбираем настройки, инструменты, расширение. И здесь заходим в еще расширение. Делаем поиск Яндекс.Закладки. И здесь нажимаете бесплатно. У меня они уже установлены. Устанавливаете. И у вас появится такое окно. Здесь нажимаете настройки. И выбираете количество окон, которые вам необходимо отображать. Также вы можете добавить любое изображение. Просто нажимаете добавить. И здесь выбираете путь к папке, где лежат изображения. И нажимаете сохранить. После этого вы можете добавлять сюда свои окна. Закладки быстрого доступа. Допустим, у вас свободное окно. Нажимаете на него левой кнопкой мыши. Сюда вводите URL. И вводите название. И добавилась ваша закладка. Как видите, все очень просто. Все удобно. И пользоваться этими инструментами нужно обязательно. Потому что работа в интернете требует постоянно вхождения по каким-то сайтам. И если вы будете теряться и путаться в ваших закладках, то работоспособность и эффективность вашей работы в интернете будет гораздо ниже, чем у тех людей, которые пользуются всеми инструментами. Намного упростит вашу работу в интернете. На этом у меня все. Спасибо за внимание. До встречи в следующем уроке.